Всем привет, друзья! Это четвертая часть альтернативного сюжета про слово Сайтаму. В предыдущих сериях Сайтамы встретился с организацией, которая посчитала его угрозой всему человечеству, из-за его безграничной силы. Герой, поверивший в себя, пытался избавиться от Сайтамы, но у него ничего не получилось. Далее появляется Бласт номер один в С-классе, и даже он не смог ничего противопоставить против Сайтамы. Он решает, что иного выхода из ситуации нет, и следует обратиться за помощью в другие миры. Итак, Бласт попадает во вселенную Наруто и просит тех помочь ему избавиться от угрозы их мира. На что седьмой Хакаги Узумаки Наруто соглашается, как и Саски вместе с Рачимару. Бласт перемешает их в свой мир Ван Панчмана, и спустя некоторое время Сайтама находит их, и увидев новых героев, которых привел Бласт, он надеется, что те смогут доказать ему сопротивление, нежели сам Бласт, который убежал от него. Итак, на этом моменте последняя часть и закончилась, и сейчас вы узнаете, что же произойдет дальше. Но сперва хочу поблагодарить Леар Сивана за огромную поддержку в создании видео и продвижению канала. Друзья, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. А с вами, как всегда, Аниманга. И мы начинаем. Итак, Сайтама посмотрел на Наруто и остальных, и сказал, чтобы те, наконец, показали, на что они способны. А Рачимару просит всех, чтобы они были осторожны, и говорит, что знает, насколько силен Сайтама, так как, когда он залез в голову Бласта, он увидел их битву. Саски, давай покажем ему, на что мы способны. Бласт останавливает Наруто вместе с Саски, когда те пытаются атаковать Сайтаму. Он просит их биться сразу в полную силу, иначе они ему не нанесут урона. Наруто врубает режим Хвостатого, а Саски Сусана. Сайтама удивляется увиденному и радуется одновременно. Ого, давайте, нападайте уже! Покажите уже, на что вы способны! Наруто вместе с Саски бегут к Сайтаме и атакуют его. Наруто создает несколько расин-сюрикенов и швыряет в Сайтаму. А Саски заряжает стрелу пламенем Аматерасу и стреляет в Сайтаму. Происходит мощный взрыв. Бласт или успевает переместиться вместе с Рачимару в другое измерение. Не, Бласт, что думаешь? Они нанесли ему урон, а? Не знаю, но удар был мощным. Теперь я уверен, что не ошибся. Я верю в нашу победу. Бласт еще говорит, что им срочно нужно вернуться на поле битвы и помочь Наруто и Саски. А Рачимару просит Бласт послушать его план. И тот предлагает, что когда все пойдет не по плану, прикрыть его и потянуть время. Бласт спрашивает, зачем ему это нужно. А тот отвечает, что у него есть козырь в рукаве. И с ним они точно смогут победить Сайтаму. Бласт не понимает и говорит, почему бы сейчас ее не воспользоваться. На что Рачимару отвечает, что это секретная и запретная техника, которую он не может применить перед Наруто и Саски. Лишь в крайней мере, когда у них не останется шансов. В это время мы наблюдаем за Сайтамой, который стоит в большой дымовой завесе, которую подняла атака Наруто и Саски. Вокруг обломки домов и зданий виден большой кратер от взрыва, а на Сайтаме нет и царапины. Атака Наруто и Саски даже не смогла сдвинуть его с места. Сделав пару шагов вперед, Сайтама замечает, что его рука охвачена черным пламенем. А? Что это за фигня? Это что, огонь? Ну почему он черный? Вот же черт! Мой костюм! Сайтама пытается сбить огонь рукой, но все безуспешно. Его взгляд останавливается на обломках, из которых лечит вода. Он бежит и подставляет свою руку. Вода испаряется, но это никак не помогло подушить это странное черное пламя, которое начало сжигать костюм Сайтамы. И он в ярости со всей силы дунул на это пламя, вытянув руку. После чего огонь, наконец, сбился с его руки. Но это вызвало мощную волну, которая стерла все на своем пути, включая Наруто, который теряет форму джинчурики. И Саски лишается своего Сусана. Их откидывает на несколько сотен метров. И после они еле встают на ноги после жесткого падения. В этот момент на поле битвы открывается портал, из которого выходит бласт Ярачимару. Ага, не может быть. Неужели Наруто и Саски... Нет, они в нескольких сотен метров от нас за теми обломками. И они живы. Судя по всему, это дело рук Сайтамы. А ты даже Наруто, который был в форме хвостатого, не смог ему ничего противопоставить? Дела плохи. Саски, ты в порядке? Все хорошо. Но какого черта только что произошло? Саски, у меня нет другого выбора. У меня есть идея. Пожалуйста, позаботься о всех, ладно? Наруто, что ты задумал? Наруто осознает, что если их противник насколько силен, что они с Саски не могут справиться даже в своих режимах, у него есть только один выход. Режим Бариона. Но этот режим сокращает продолжительность жизни его пользователя. И поскольку вся чакра связана меж собой, та же энергия, созданная из кусочков их жизни, также используется для сокращения жизни оппонента при контакте с ним. Наруто, ты уверен? Курама, у меня нет другого выхода. Саски слышит Наруто и понимает, что он говорит со своим джинчурики, но не знает, что тот собирается сделать. Внезапно они слышат Грохо и понимают, что там дерутся Арачимару и Бласт против Сайтамы. Саски незамедлительно перемешается на поле битвы и видит, что Бласт и Арачимару дерутся против Сайтамы в полную силу. А Арачимару призвал несколько сильнейших и громадных змей, которых Сайтаму уничтожает по одному удару. Бласт обменивается несколькими своими сильнейшими ударами Сайтамы и даже смог откинуть его. В этот момент Саски атакует Сайтаму, используя Чидори. Но Сайтаму хватает его руку и, даже не чувствуя Чидори, ломает руку Саски и швыряет его в обломки. Саски ломает еще несколько костей и начинает кашлять кровью. Он пытается встать на ноги, но из-за сильных повреждений и боли не может сделать этого. Сайтама серьезным лицом направляется в сторону Саски, чтобы добить его. Но в это время к Саски перемещается Бласт, который собирается спасти Саски, переместив его в другое место. Но как только Бласт вышел из портала, позади него оказывается Сайтама. Ты чуть не подпалил мой костюм. Вижу, тебе жить надоело. Хм, ладно. Игры кончились. Вы слишком скучные. Сайтама пытается добить их серьезным ударом, но как только он замахнулся, на невероятной скорости, его что-то сбивает и откидывает. А? Что это только что было? Не может быть такого. Это Наруто. Бласт и Арачимару удивились, услышав это, так как не могли представить, что Наруто может быть настолько силен. Вдали от них происходят очень мощные взрывы, которые трясут землю под их ногами. Видимо, Наруто очень далеко унес его с собой. Бласт, сможешь переместить нас к ним? Да, конечно. Подойди. Неожиданно рядом с ними происходит сильный взрыв, и они не понимают, из-за чего он случился. Дым рассеивается, и они видят Сайтаму, который держит за шею окровавленного Наруто, который еле дышит и может противостоять ему. Саски вместе с Бластом и Арачимару в шоке, и не верят своим глазам. Наруто! Бласт! Сейчас! Бласт моментально перемещается за спину к Сайтаме, используя свой телепорт. Но Сайтама замечает это, и хватает его своей второй рукой, и обоих швыряет в сторону, после чего посмотрел в сторону Саски и Арачимару. Вы чего это уставились? Теперь ваша очередь. Техника призыва! Сайтама видит, что из-под земли появляются несколько гробов, и не понимает, что это за фигня. Но потом крышки с этих гробов падают, и он видит, что там находятся люди. Наруто вместе с Саски видят их, и впадают в шок. Из гробов выходят. Сильнейший шиноби всех времен. Учиха Мадара. Старший брат Саски. Учиха Итачи. И Учиха Обита. А? Это еще кто такие? И почему они вылезают из гробов, а? Это те, кто могут избавиться от тебя раз и навсегда. Сильнейшие шиноби, воскрешенные из мертвых. Используя секретные техники, я сделал их бессмертными. И намного сильнее, чем они были при жизни. Теперь у них бесконечный запас чакр и силы. Сайтама, тебе конец. Опять техника воскрешения? Что это за фигня тут творится? Ага. Саски. Наруто. Бла-бла-бла-бла-бла. Прекрашайте уже болтать. Надоели. Болтать? Ты хоть знаешь, с кем ты говоришь? Что ж, ты сам напросился. Хм.